Оля Захарова Оль, давай начнем с самого начала. Расскажи, как получилось так, что ты увлеклась танцами? Тебе всего 16. Значит, наверное, танцами ты занимаешься не так много лет. Я занимаюсь где-то с 10 лет, получается уже 6 лет. Но начала я заниматься просто вот с подругой решили пойти заниматься. Просто вот интересно стало. У меня просто троюродная сестра, она занимается бальными танцами и акробатикой. И я была у нее в лагере, и она, ну, танцевала. У них было типа танцевальное направление новое, вот хип-хоп как раз. И мне очень понравилось, и я решила заниматься тогда, решила вот с подругой пойдем, все мы нашли. В 10 лет? Да, в 10 лет. Маленький ДК какой-то вот. И пошли танцевать. И там вот у меня получилось все основное. У меня очень хороший преподаватель попался. Он именно как раз давал базу, счет, то, что я сейчас прохожусь с ребятами, то, что вот нужно, ну, самое основное, что нужно сначала для танцора. Обычные ДК, обычные кружки. Да. И твоя мечта, танцы, вдруг воплощается в реальность. Ты становишься участницей одной из лучших команд России. Вот расскажи, как шел вот этот твой путь к мечте? Не сразу же ты так пришла и сказала, возьмите меня. Это естественно. Первые два года я занималась вот у другого танцора, его звали Игорь Морозов. Вот. Но сейчас он танцует в коммерции в основном, насколько я знаю, Полина Гагарина. Но его уволили из ДК. Я вот тогда не знала, чем мне заняться, потому что вообще не знала, куда пойти. Ну, и я решила год позаниматься тогда брейком. Немного занималась брейком. Вот, но сейчас уже пока не занимаюсь, но уже начала еще раз год. Уже год занимаюсь опять брейком. Но тогда я увидела просто Сашу и Тоха на танцах на ТНТ. И я просто хотела написать, ну, молодцы, то, что очень круто, то, что попали на телевидение, поздравила их с этим. И у них было подлел фэмдэй и аудишн. Именно на шоу-кейс. Не в команду, а на шоу-кейс. И я пришла, у меня такая мама говорит, попробуй. Просто пришла вот так вот. Да, просто она сказала, у нас будут классы, если хочешь, приходи. Вот, но я пришла. И там было аудишн. И у меня мама такая, да иди, иди. Мне было вообще страшно, потому что, ну, я давно не танцевала еще такой вот стиль. И вообще для меня прям открытие тогда было, то, что я танцевала, для меня это было тоже очень сложно. Я вообще думала, ну, все, я в пролете. И вот через неделю он мне написал Тоха и такой, приходи, вот сегодня занятие, вот как раз вот перед школой. Он написал, проходи, вот сегодня занятия будут. И я пришла, вот, и взял он меня в шоу-кейс и сказал, то, что вот есть взрослая команда, можешь ходить во взрослую. Ну, я с детской. Ну, и так как тогда время было позднее, ну, для меня, то я ходила в детскую команду. И у нас тогда было вот пять человек. Вот первый состав, из которого осталась только вот я. Мы еще тогда назывались Lil Fam Kids, ну, еще так было все. Ну, спокойненько, просто тренили потихоньку. Не было еще никакого даже чемпионата. Да, мы прям вот год тренили сами. Просто вот сами тоже качали. Отрабатывали движения, учились чувствовать музыку. Да, отрабатывали, да. Вот все, что мы сейчас делаем вот с командой. Вот ты осталась одна из этих пяти за счет чего? За счет того, что у тебя лучше техника или за счет того, что ты просто очень хотела танцевать? Не знаю, просто так получилось из-за того, что, ну, у нас одна девочка жила в Швейцарии. Ей пришлось уехать в Швейцарии. Мальчик у нас был, он балетным занимается. Он пошел в балет, решил пойти в балет. А остальные, вот, ну, не хватило силы, они уже, ну, вот, насколько они хотели. Они не хотели вот так сильно, поэтому они сами уже отошли во время процесса. Просто, не знаю, мне кажется, у меня просто горят глаза, мне просто это очень нравится, и поэтому я продолжаю танцевать все время. Просто мне это нравится, и нравится работать вот так вот, преподавать и все это делать. Ну, то, что тебе это нравится, это видно, видно, как девочки здесь в Сарове, они просто загораются от тебя и тоже хотят танцевать не ради каких-то фестивалей и наград, а танцевать ради танца. Наверное, это самое главное. У тебя вот тоже, наверное, танец ради танца был, не с целью попасть в какую-то команду, не с целью поехать на чемпионат. Да, раньше, да. Раньше, да. Сейчас из-за того, что ты, чем больше набираешься информации, тем больше, на самом деле, у тебя комплексов. Но из-за того, что ты учишь себя убирать эти комплексы, у тебя их не бывает, потому что ты танцор. Прежде всего, танцор должен кайфовать от того, что он делает, и тогда быстрее будет ловиться и техника, и все упражнения, если ты от них кайфуешь. И поэтому вот главное кайфовать. Но прежде всего техника. Вот техникой и целями ты себя двигаешь только вперед. Вот мы остановились, ты осталась одна. Как ты попала в Eps Crew, в эту команду? А вот уже это и был состав, вот самый первый Eps Crew. Просто вот осталось, ну, нас сейчас уже 21 человек, 22 где-то. Вот, и из всех 22 человек на данный момент, из первого самого начального состава, ну, вот я осталась одна. Сложно танцевать в команде? Нет вот какого-то соревновательного момента, когда нужно доказывать, что ты лучший. Нет, нет, никогда такого не было и не будет, потому что это не нужно. Потому что мы работаем все вместе, и у нас одна цель. Потому что мы идем как команда, прежде всего. Мы собрались вместе, мы все хорошие друзья, и мы всегда, ну, собрались ради одного дела. И делаем его все вместе. У нас нет такого, что кто-то лучше танцует, кто-то хуже. Я уже никогда такого, думаю, не будет и надеюсь, что такого не будет. Потому что это правда плохо. Это вот как раз останавливает твое развитие все. Считаешь то, что я круче, все, я круче. Нет, такого не должно быть. То есть тех, кто ловит звездочку, у вас нет? Да. У нас таких нет и, думаю, не будет. Кто ставит хореографию? У вас есть какие-то хореографы или каждый член команды может принять участие в постановке какого-то номера, фестивального или номера для чемпионата? Ну, в основном у нас Сашина и Тохина хореография. И вот сейчас нам периодически ставят деки. Она раньше была вейп, сейчас перешла в Лилфан, так как у нее очень крутые хоряги. Мы, естественно, берем их в номер, потому что они очень круто смотрятся. И вот брали у Кирилла хорягу именно. И, ну, она тоже очень крутая, и они, ну, они очень разные. Они больше дают разноплановости в плане номера. То есть не только один стиль Сашины, Тохина, но еще есть и Дейкин, и Кирилла, и получается еще лучше. Потому что у них хоряги не слабые, а тоже сильные. И все эти хоряги дают больше развития, и ты сам больше развиваешься. И нам, наоборот, нравится то, что кто-то вот поставил хореографию, но это, наоборот, круто. Ну, мы поддерживаем. А вы можете поучаствовать в постановке танца? Вот сказать, слушай, мне кажется, что вот этот элемент разбавит номер. Вот такие есть моменты? Ну, конечно, у нас кто-то говорит, что-то пробуем всегда. Если вот канон какой-то именно, пробуем. Если кто-то такой, а можем так попробовать. Ну, мы попробуем, скорее всего. Ну, вот пробуем. Или смотрят, так будет смотреться или нет. Естественно, каждый добавляет свое. В основном, ну, это же Сашина и Тохина работа. Мы слушаем их идеи. И мы просто именно чистимся, помогаем им работать, чистим быстрее себя и работаем быстрее. Стараемся всегда работать больше и лучше. Именно как команда. Если кто-то будет один работать, то тогда команды нет. И мы будем медленно работать. Да, один быстрее поднимется. Но мы должны именно работать командой все вместе. И получается, в команде, наверное, намного сложнее танцевать, чем одному? Нет. Нет? Легче танцевать в команде. А как так? Вот ты сейчас говоришь, надо следить, чтобы один подтянулся, другой подтянулся и не отставать. Потому что команда. Мы друг другу помогаем. Каждый помогает друг другу. И мы все вместе работаем. И вот если один человек станцует эту хореографию, да, будет круто смотреться. А если команда станцует чисто и прям хорошо, то будет намного лучше. Потому что одному человеку больше страшнее, когда у тебя за собой команда. Ты чувствуешь ее, то, что мы вместе все сможем. И ты больше ориентируешься на себя. То есть так ты один, именно тебе более страшнее. И у тебя больше ответственности именно перед самой собой. А в команде ты чувствуешь больше сплоченность, то, что мы все сможем, а не только я. Именно команда, это как семья. Вот именно с семьей же комфортнее быть дома всегда, чем у кого-то, у знакомых, так стесняешься. А вот с командой тоже комфортнее танцевать, чем одному. Потому что на тебя уже все смотрят, а с командой ты прям чувствуешь, что это команда. Ну вот если такое есть. Вот ты говоришь, веришь, что все получится. И у вас получилось в Лос-Анджелесе, вы стали первой командой на чемпионате World of Dance. Вот расскажи, как так вышло? Вот там сколько команд участвовало? Высокая ли была конкуренция? И за счет чего вы стали первыми? Ну вообще всегда высокая конкуренция, потому что это штаты, это совсем другой уровень. Для нас главное быть не лучшими прям вот среди вот Москвы, а мы хотим больше. Мы всегда... Лучше в мире. Да, больше. Но мы не стараемся зазвездиться, мы просто хотим. Мы хотим большего, чем остальные. И поэтому у нас, возможно, процесс двигается быстрее, потому что мы хотим, мы все горим. У нас каждый горит. Каждый день быть не лучше других, а лучше, чем я вчера. Да, именно лучше себя, а не лучше других. Именно всегда стараешься быть лучше себя. Всегда только это. Потому что вот каждый день ставлю вот кирпичик, к примеру. Вот я поставлю его сегодня настолько идеально, чтобы он был хотя бы немного лучше, чем вчера. Ну вот это вот к танцам относится. Это вот... Ну у меня такая мотивация. Вот я вот настолько треню, чтобы он был намного лучше, чем вот вчера. И стараться, чтобы он был с каждым разом все лучше. Тогда моя стена не разваливается. А кто кладет вот так вот кирпичик, кирпичик, кирпичик. Если ветер какой-нибудь подунет, то все, стена развалится. Поэтому каждый раз кладешь идеально-идеально, и у тебя будет вот большая, хорошая стена. И так вот каждый день потихоньку. Вернемся к чемпионату. Сколько команд там было? Со сколькими вы соревновались? Команд где-то в районе 30 команд. И они со всего мира действительно были? Да, со всего мира. Мы говорили с тобой до эфира о том, что в Штатах танцы это целая культура. И многие танцоры, в том числе и ты, ездят в Штаты учиться. И вот вы приезжаете в Лос-Анджелес, участвуете в фестивале, где наверняка были команды из Штатов, и становитесь лучшими. За счет чего команда из России стала лучшей на чемпионате мира по танцам? Если честно, это прям непонятно. За счет всего, за счет каждого мелкого фактора. За счет именно команды. Потому что мы сделали, значит, выложились очень сильно. Потому что сколько мы старались, сколько мы готовились, тут все важно. И техника, и насколько мы морально готовы, и физически. Каждый фактор играет роль. Только благодаря этому, мне кажется, можно стать лучше. Но мы думаем, мы вообще не думали, что мы попадем в тройку. Не рассчитывали. Вообще не думали, что мы попадем в тройку. Вообще даже в мыслях такого никогда не было. Мы всегда думаем, ну, мы должны сделать намного больше, чем мы делаем в зале. И на другом чемпионате мы это сделали. Всегда думаем, что мы должны сделать намного больше. И только, мне кажется, за счет этого мы двигаемся все дальше и дальше. Для нас это было очень неожиданно. До сих пор не понимаешь эти ощущения. Я до сих пор не могу понять, что мы первые. Но все равно нет ощущения, что мы первые. Я думаю, что мы не первые. Потому что я знаю, что есть еще много крутых команд, которые просто не выставлялись. Есть еще много крутых команд. Кто оценивал? Кто был в жюри? Судьи в основном все были из штата. Хореографы и танцоры, да? Да, хореографы и танцоры. Именно которые дают классы как раз в хороших студиях. Это Movement Lifestyle и Millennium. Еще есть Playground и Debi. Вот это самые хорошие студии в штатах. Есть тоже студии как у нас. То, что футбольными занимаются. Там тоже это все есть. Но больше студий как раз по современным танцам. Мне кажется, в Америке я разговаривала с танцорами, которые все время стремятся именно в Штаты ехать учиться. Уличный танец. Вот это современный танец. Он зародился в Америке на улицах. И мне кажется, что там даже атмосфера пропитана вот этим танцем, что ты хочешь танцевать, хочешь развиваться. Наверное, за этим едете в Америку в том числе тоже. В том числе вот атмосфера. Именно вот заряжаться этой атмосферой и пробовать передавать ее людям. Потому что не каждый понимает за счет чего, почему так вот хорошо танцевать, почему вот так вот кайфово. Поэтому у нас в основном все углубились все совсем в технику и забывают то, что надо танцевать. То, что это прежде всего танцы. То, что надо кайфовать. И не только все включились, роботы, все нажимаем кнопку, делаем хореографию. Надо вот ее танцевать, надо от нее кайфовать именно. Ну вот на самом деле это такой всегда контраст в моей голове, когда я смотрю с одной стороны, мне кажется, что танец это что-то такое очень легкое. Вот ты вышел под музыку, подвигался, расслабился. С другой стороны, я побывала вот сейчас на вашей репетиции, на вашем интенсиве. Поняла, почему он называется интенсив. Потому что это действительно адова работа. Вы пашите, вы выкладываетесь. Танец отсюда это искусство или это вот действительно спорт, это работа? Это все. Это прям без одного не будет и другого. Должно быть все вместе. Это искусство, потому что прежде всего это свобода в движении. Но это и работа. Потому что чтоб получилось искусство, должна быть работа. Как любой художник, как любой певец. Столько работы, чтоб прийти хотя бы к какому-нибудь маленькому результату. Всегда это работа. Но все равно ты от этой работы больше удовольствие получаешь. Потому что ты знаешь, что она тебе нравится. Но есть многие люди, которые просто работают на обычной работе и им не нравится работа. Это ужасно. Это всегда вот, ну, мне вот прям вот, я не хочу, чтоб у меня так было. Я именно изначально поставила себе задачу, то что я хочу, чтоб мне моя работа нравилась. Именно нравилась. Чтоб мне было приятно туда приходить. Даже если я устала, то что все у меня, не знаю, какая-то беда случилась, но мне было приятно туда идти. Это всегда совсем смотрится по-другому. Ты уже второй раз в Сарове. Расскажи немножко о наших танцорах, об уровне танцев в нашем городе, об уровне девочек, с которыми ты занимаешься. Видно, что выросли. Прям видно результат у тех, особенно кто работал. Видно, что кто-то работал летом. Есть, конечно, кто не работал. Это всегда есть в любых студиях, на любом классе. Есть кому-то, просто еще нравится это, кому-то нет. Кто-то еще не понял до конца. Нравится или нет. Но я вижу, что они растут. То, что уже развиваются, что уже становятся лучше. И сейчас они больше начинают понимать информацию, которую я им даю. Даже если лучше дать информацию по второму разу. Всегда лучше по второму разу. Они могут ее совершенно другому понять. Потому что у них становится другой мир в голове. Потому что всегда у нас танцоры в основном думают. У меня ничего не получится. Я никогда не выберусь. У меня мало возможностей. Но на самом деле это всегда не так. Ты только загоняешь себя. Из-за того, что вот именно мозг хочет отдохнуть. Говорит тебе, не надо, не надо. Иди перед телевизором подъезжай, съешь пирожные. Да, что-то такое. Но если ты будешь мотивировать себя на работу, ты можешь стать лучшим танцором. Это вот любой человек. Вот просто если захотеть, ты реально можешь все. Вот просто если именно захотеть. Ну и ты живой пример этому по большому счету. Наверное. Я вижу, да, ты с девочками разговариваешь, ты их мотивируешь. Ты не просто там повторите за мной, а ты прям вдохновляешься. Да, потому что это работа именно тоже. Мне просто нравится вдохновлять людей. Я не хочу, чтобы у нас только была команда. Вот у нас будет знаменитая команда. Все. Только команда. Мне хочется, чтобы вся Россия что-то уже по-другому значила. Не только, но в России вроде бы есть там команда вот Тейпс. А то, что у нас много крутых танцоров. Я хочу, чтобы у нас все танцоры были крутыми. Потому что это же, ты получаешь тогда у них информацию тоже крутую. И сам делишься. Друг у друга. Да. Вот в Штатах в основном так. Они все друг у друга ходят на классы, учатся. Прямо все хореографы и танцоры. А у нас в основном вот хореограф преподает. Но вот он только и преподает. Но он в основном не ходит. А сам не учится? Да. Но сначала научился уже много всему. А потом вот все. Как начал преподавать, меньше стал ходить. Каково тебе учить? Потому что тебе всего 16. Ты сама еще школьница по возрасту. И перед тобой класс, перед тобой вот 20 девчонок, 25. И ты их учишь, ты их наставляешь. Как вообще чувства, как ощущения? Чувствуешь себя педагогом или просто вот обмен энергией какой-то? Именно обмен энергией. Я не чувствую, что я должна быть именно казаться старше них или лучше них. Нет. Мне нравится делиться информацией. Именно просто нравится мне это делать. Мне нравится это занятие. Мне нравится, когда у них что-то получается. Это очень круто. Когда у твоих учеников начинает что-то получается. Ты безумно этому радуешься. Потому что столько вкладываешься и просто каждая мелочь, которая у них получилась. Тебе просто вот на душу прям вот бальзам такой. Вот. Как ты выстраивала программу интенсива? Пять дней, да? Вы тут с ними занимаетесь? По сколько часов в день? Ой. По шесть часов. По семь. Какой кошмар. Но мы еще остаемся больше. Потому что я говорю, если они хотят, я могу дать больше информации. Они уже уставшие. Они потные лохматые и говорят, давай еще, давай еще повторим. Да. Просто вот кому нужно, они вот и работают. Они понимают, зачем это делать. Главное понимать, зачем это все делается. И вот они работают. Вот эти 30 часов интенсива, что они в себя включают? Ты исходя из чего разработала программу? На что делаешь ставку? Чему учишь? В основном техники. Потому что тут не хватает техники и танцевать. Все вместе. Все по чуть-чуть на самом деле. Они уже более-менее все ловят и технику. Но надо больше. Им просто надо больше знаний, больше упражнений, на которые они могут сами работать. Именно чтобы не просто заучивать мою схему и все. А пробовать что-то самим. Именно пробовать. Чтобы они умели не только одно движение делать, а только на нем делать одну технику. А спробовали сами. И эти упражнения дают им пробовать свои возможности. Я слышала несколько раз за время занятия фразу такой, поймала, а теперь запомни. Что значит поймала ритм, поймала движение? Поймать ощущение. Ощущение именно. То, что ощущение качи, он всегда ровный. Вот как волна бывает, она ровная. Идет волна. Но не бывает то, что она все время сверху. Только наплывает на тебя. И не бывает то, что она все время только вот снизу, только песок. Она все время плавно перетекает. И если ты ловишь вот это плавное перетекание из каждого движения в движение, тогда у тебя начинает получаться потихоньку все. И если ты вот ловишь это ощущение, надо его прямо вот запомнить. И тебе самому начинает быть кайфово от этого ощущения. Потому что ты поймал. Ты чувствуешь себя по-другому. Вот начинаешь как раз вот танцевать. Вот мы учимся и танцевать. Прям вот расслабляться. И техники. Это вот две основных задачи вот именно на интенсив. Чтобы они набрались больше техники и танцевать. Именно вот поймать эту волну. Даже такие мини-баттлы состоялись в конце занятий. Да, но это не баттлы. Им настолько было кайфово, что они просто хотели сами потанцевать. Просто сами потанцевать. Это очень часто у нас сейчас уже в Москве происходит. Раньше у нас все просто такие. Да, танцевали? Уходят. И вот закрываются. А когда начинаешь вот сам кайфовать, у нас все боятся в основном выходить, что-то делать. Подумают еще, что я делаю все плохо. Никогда никто так не думает. Никогда. Просто это мы себе же накручиваем. Всегда. Мы просто сами делаем себе вот преграду какую-то. В голове все границы. Именно все границы только в голове. На самом деле много возможностей. И ты все можешь на самом деле. Вот даже, ну у нас же есть президент, он же стал президентом. И любой человек может стать президентом, если он только этого захочет. И так уже границ вообще нету нигде. Ну и как оцениваешь вот этот вот свободный полет танцев у девчонок, которые не остановились после выученных движений, а просто продолжили танцевать под музыку? Это очень круто, потому что я вижу, что они начинают вот ловить эту войну. Потому что да, сначала что-то они теряются, но потом, когда они успокаиваются, перестают волноваться, видно, что у них уже начинает что-то получаться больше, чем они делают. И кто так выходит, они развиваются больше. Потому что они преодолевают свой страх всегда. Каждый раз, когда они так выходят и остаются, они преодолевают свой страх и пробуют что-то новое сами. Это они сами танцевали. Побеждают себя прежде всего. Да, именно, прежде всего, да. Поделись своими творческими планами на ближайшее будущее. Я не люблю заказывать на будущее, вообще не люблю. У меня именно, как я сказала, я каждый день просто пытаюсь сделать лучше. Есть какое-то задание на месяц или на два. К примеру, я хочу походить к очень крутому хореографу. И хочу у него научиться именно той или иной технике. Я загадываю именно на месяц, на два, у кого я к кому похожу. И именно, что я хочу для себя получить от этого. Но вот на большое будущее не люблю. Вот как идет, так и идет. Вот по волне идет, так и будет идти. Разные техники ловишь, я так поняла, да? Да, все разное. Я не могу сказать, что мне какой-то прям стиль не нравится. Мне все стили нравятся. Потому что каждый из них индивидуален. Именно и интересен. Потому что у каждого стиля есть свои какие-то правила. Или дома даже. Вот семья. У каждого разного стиля есть своя семья. И каждый разного собирается. Какие-то тусовки устраивает. И у каждого все по-разному. Какие-то даже баттлы, соревнования. У всех вот именно проходят по-разному. И каждый из этого очень интересный. Скажи, каждый может научиться танцевать? Или для этого нужны какие-то предпосылки? Каждый. Любой может научиться. Если ему вот все, загорелись глаза. Вот я хочу научиться танцевать. Он сто процентов сможет научиться танцевать. Нет преград. Я говорю, только голова. Все. Больше ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова